Как вы думаете, экспансия искусственного интеллекта – далёкое будущее или повседневная реальность? Вы сегодня вызывали такси или вводили в навигатор требуемый адрес? Заходили на почту, заказывали еду, искали варианты жилья на букинге? Тогда вы определённо взаимодействовали с искусственным интеллектом. И всё это мы делаем ежедневно. Поэтому, как бы мы не относились к нейросетям, придётся смириться с тем фактом, что они уже давно оплели нас повсюду – изнутри и снаружи, поселившись не только в черепной коробке, но и в дисплее вашего холодильника. Однако мы не задумываемся над тем, что искусственный интеллект можно использовать во всех жизненных сферах без исключения, в том числе и для колонизации экзопланет. Какая именно планета приходит вам в голову в первую очередь? Абсолютно верно – Марс. Представьте, даже к нему при условии, что астронавты дождутся времени кратчайшей дистанции между пунктами А и Б, лететь придётся не менее полугода. Думаете, за это время экипажу не потребуется связь с Землёй? Конечно, потребуется и неоднократно. Предположим, на борту возникнет проблема, а их в условиях космического полёта может появиться великое множество. Для того, чтобы передать сообщение на Землю и дождаться ответа, особенно если шаттл отлетел довольно далеко, понадобится определённое время. А его у астронавтов может и не быть. Что же делать, когда готовое решение проблемы требуется, как говорится, на вчера? Понятно, что команда астронавтов состоит из очень опытных и проверенных людей, профессионалов, каждый в своей отрасли. Но мы ведь не знаем, какая именно проблемная ситуация может стать перед ними. Вот здесь на помощь и придёт искусственный интеллект. Достаточно ввести запрос по возникшей проблеме, как нейросеть мгновенно выдаст не один, а сразу несколько вариантов её решения. Такой подход даже может спасти жизнь экипажа. Это работа. Но разве астронавты никогда не будут отдыхать? Конечно, будут, ведь они не бездушные роботы, в отличие от нейросети, управляющие процессами на корабле. Таким образом, искусственный интеллект сможет помочь людям даже во время досуга, предложить интересные игры, фильмы, книги, в конце концов, даже развлечь содержательной беседой. С того момента, когда люди начали задумываться о построении автономных колоний за пределами Земли, инициировались исследования не только технического, но и психологического характера. В длительных космических перелетах человеческая психика испытывает предельные нагрузки. Вспомните хотя бы бунт на орбитальной станции Skylab в 1973 году, когда космонавты в знак протеста прекратили выходить на связь с центром полетов на целые сутки. Они весь день ничего не делали, только любовались видами из иллюминаторов. Представьте, если такое случится, например, во время перелета на Марс. Для подобных случаев в нейросети будет встроен ряд инструментов, чтобы она могла выступать в роли профессионального психолога. Нельзя недооценивать эту функцию искусственного интеллекта, поскольку мы даже не представляем, какие именно психологические перегрузки ожидают человека во время длительных перелетов. Сейчас у будущих астронавтов просто не с чем сравнить. Кратковременное пребывание на МКС не в счет. Возможно, отдаленно что-то подобное можно почувствовать на полярных антарктических станциях, но они все-таки находятся на Земле, а не где-то за миллионы километров или тем более сотни или тысячи световых лет от нее. Однако пребывание в Антарктиде все же чему-то научит. Бесконечная полярная ночь и адский холод, мешающий месяцами выходить наружу, становятся условиями, хоть немного приближенными к тем, которые ожидают экипажи космических кораблей. Думаете, это единственная проблема, не касающаяся выхода из строя техники и других сбоев? Как бы не так. В полете астронавтов может ожидать резкое снижение когнитивных функций или даже абсолютное поглупение. Почему так происходит, и как искусственный интеллект поможет этого избежать? Причиной указанных состояний может выступать банальный стресс. К примеру, человеку чудится, что на борту произошла утечка какого-либо опасного компонента, или астронавт на фоне дезориентированности и растерянности начнет принимать какие-то неадекватные решения, ставя под угрозу миссию и жизни своих коллег. В таких случаях искусственный интеллект, постоянно мониторящий и анализирующий атмосферу на корабле и прочие показатели, сможет развеять иллюзии и сомнения вполне конкретными данными. Нейросеть не подведет, в отличие от психики космонавта, его зрения и других органов чувств. Она правильно проведет стыковку или посадку, примет решение об использовании спасательной капсулы, быстро обнаружит поломку и починит сломанное, соберет нужные образцы и пробы, выполнит высокоточные технические операции и прочее. Как вы думаете, полезен ли будет искусственный интеллект на самой экзопланете, когда астронавты к ней доберутся? Все непременно. Допустим, путь к экзопланете завершен, и шаттл или группа кораблей благополучно спустились на поверхность небесного тела. Здесь работа искусственного интеллекта становится незаменимой, начиная от регулировки систем обеспечения и поддержания их в надлежащем состоянии, заканчивая анализом условий потенциальных опасностей и просчитыванием возможных сценариев. Нейросеть может демонстрировать необходимые данные прямо на VR-очки, которыми будут снабжены космонавты. Также искусственный интеллект ежедневно будет тренировать мозг участников миссии, используя комбинации нейрогимнастики и других упражнений. Поскольку нейросеть способна генерировать кислород в условиях Марса, уже сейчас ведутся такие разработки, и синтезировать полезные ископаемые, то, возможно, она вообще начнет осваивать экзопланеты без людей. Что искусственный интеллект будет делать один на Марсе? Подготовит жилые модули, построит кислородную фабрику, наладит производство еды и выращивание растений в теплицах. А люди присоединятся позже, как говорится, на все готовое. Звучит как утопия, но и современный айфон, покажи мы его выходцу из 19 века или даже начале 20 века, вызвал бы фурор и культурный шок. Чем же еще техническая революция видения эросетей может помочь нам в освоении экзопланет? Ничто не заменит искусственный интеллект при компоновке корабля поколений. Это огромное судно, пока такие проекты считаются гипотетическими, рассчитанное на проживание людей десятки, а то и сотни лет, то есть на нем вырастут, состарятся и умрут несколько поколений землян. Хотя бы для того, чтобы новые поколения не забывали о поставленной задаче, например, достичь одной из планет системы Проксима Центавра, нужен будет искусственный интеллект. Также нейросети способны эффективно обучать детей, появившихся на корабле, рассказывать им о Земле и всемирном наследии человечества. Звучит как фантастика, не правда ли? Но это пока. Нужно дать нейросетям время, и все сказанное воплотится в жизни. Кстати, мы забыли добавить один важный момент. Что если планета окажется обитаемой? Угадайте, кто первый найдет общий язык с инопланетянами? Это вам не кривые переводы с английского на китайский. Конечно, возвращаясь к теме корабля поколений, стоит признать, что не все обстоит так гладко, как предполагается. Мы сейчас прошлись по вершкам, затронув очевидные аспекты, на которые способен воздействовать искусственный интеллект. Но есть еще серьезная проблема старения. В долгосрочных экспедициях лучше, если бы люди жили хотя бы в 10 раз дольше. Да и с микрогравитацией не все в порядке, ведь неизвестно, какие дети родятся в таких условиях. Но это совсем другая история. Мы же вернемся к нейросетям, как к нашим верным помощникам в покорении экзопланет. Сейчас мы вас немало удивим. Знаете, как относится к идее привлечения ИИ к колонизации планет главный поборник всех флагманских прорывов человечества последних лет? Илон Маск. Крайне отрицательно. Еще в начале организации работ по подготовке колонизации Марса прогрессивный миллиардер ставил именно на искусственный интеллект. Но сейчас поменял свое мнение. Нейросети настолько стремительно развиваются, что Илон Маск опасается, как бы они не навредили колонистам. Ведь там и без того полно угроз. Мутации, новые вирусы, возможные войны между поколениями. А тут еще и искусственный интеллект со своим восстанием машина. Представьте себе еще один вариант, возможно немного комичный. Нейросети с помощью 3D-печати создают целый город на Марсе. С промышленностью, гигантскими конструкциями, добычей и переработкой полезных ископаемых, но потом сознательно блокируют возможность переселения людей в этот технологический рай. Ибо нефиг! Как тебе такое, Илон Маск? Поэтому искусственный интеллект может не только планировать длительные полеты, безошибочно высчитывая потенциальные опасности, развлекать людей беседами, выступать в роли учителя для новых поколений колонистов, анализировать условия на планете, но и внезапно взбунтоваться. В этом смысле полезно прочесть произведение Айзека Азимова «Я робот». Но фатальный сценарий не обязательно воплотится в жизнь, правда? Так почему уже пока не ввести в формулу будущей колонизации Марса и других экзопланет такую вводную, как нейросети? Расскажите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а заодно подпишитесь на канал Хаббл. Всем добра! Взгляните на скриншоты, которые сейчас на экране. Это статистика от Ютуба. Что она значит? Заметьте, сейчас 57% зрителей этого канала смотрят без подписки. Это и есть истинная суть моего месседжа к вам. Поэтому, дабы не упустить Хаббл из разряда ваших подписок, вам нужно всего-навсего щелкнуть вот на эту красную кнопку, которая выглядит вот так, и находится ниже под этим видео. Закон Вселенной простой. Помните это. Ведь каждая ваша подписка очень важна для меня. Чем больше зрителей, чем чаще они смотрят и ставят лайк, тем быстрее выходит новое мега-увлекательное видео. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok